Я люблю свою страну Я всего на свете член, почти что супермен Но редко лезу в драку Знает весь двор Мой приговор, слуга народа У меня почти все есть Достоинство и честь И даже книги праву Персональный самолет мне выделил народ А что имею право на животу Вот тут набьют, а тут слуга народа Урочистое заседание Верховной Ради З нагоди складания присяги народу України Новообраним президентом Оголошую відкритим Шановні коллеги Прошу зустрічати новообраного президента України Василя Петровича Голобородька АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас Никуда не уходить, а? За мной быстро Там посмотри Давай, давай Туда-туда. Стоп. Василий Петрович. Василий Петрович. Не было его с детьми. Тех же мальчиков. За мной. Василий Петрович. Василий Петрович. Не успела страна обрести президента, как вы уже потерялись. Я не терялся. Вы не терялись, а мы вас опускались. Волнуетесь? Напрасно, напрасно. Вы же на этом деле, как говорится, собаку съели. Вы же уже держались за президентскую голову. Надеюсь, помните, в какой руке держать, а? А присягу надо освежить. Чтобы не было, как в прошлый раз, этой самодеятельности. Учитель истории попал в историю. Присягу лучше выучить. А что вы учитываете? Здесь ныне своих повноважений на всей территории Украины. Из Луганска до Ужгорода, Витсун до Ялты. И что вас смущает? Отсутствие на территории современной Украины Луганска, Ужгорода, Сум и Ялты. Текст присяги утвержден Конституцией. Так говорили все ваши предшественники. Так принято. Вот когда это принято будет западать действительность, тогда и скажу. Василий Петрович, вы куда? На инаугурацию. Пойдемте. Шановные участники урочистого заседания. Новообранным президентом Голобородьком Василием Петровичем «Виконаны все конституционные требования Ивангель». Зло, зависть, жадность. Или тебя что-то из этого привлекает? Нет. Ты хочешь благодарить? Карать? Стоять над законом? Вершить доли? Вести войны? Узурповать трон? Нет. Тебя страшит, что ты не опытил? С чего начать? Кого тратить? Интриги? Заговоры? Месть отвергнутых? Боишься неправда отчаяния ожиданий народа? Да нет. Щоб зберегти престол, потрібна розума палата. Власть — это искусство управлять. Про розум правителя судят по людям, которых им до себе приближают. А мистецтво управления тримается. На мистецтві бути чесным. Не чесность, а хитрость и обман. Только так можно усмирить знать. Не чесность, а сила и жорстокість. Лишь залякавши, можно припоркати народ. Не знаю, чи на радость, чи на печаль, але таких талантів у нього немає. За ним чесність и порядність. Поверьте, іншого ця країна не потребує. Буде порядний — буде порядок. Чесный и порядочный — это приговор. Чесный и порядный — это безумство. Чесный и порядный. И ему решают. Я, Головородько Василь Петрович, заступающий на цей высокий пост президента Украины, беру на себе повноважение здійснювати свої президентські обов'язки на всій території Украины. Украинка, Казама… Боже, чому їх так багато? Я запуталась. Куди їх? Чесный. Время! Время! Дали, дали. Так, а бурштинна янтарна — это, по-моему, сюда, да? А куда? А куда тогда это? А Крым? А Крым? Где Крым? Где Крым, где? Вон он. Напискай, напискай. Там был. Там был. А тут Крым? А тут Крым? Попробуй. Так, вы собрали Украину за шесть минут двенадцать секунд. Неплохо. Василию Голобородько понадобилось для этого чуть больше времени. Но он был один. К тому же его пазлы были уверены, что они не подходят друг другу. Василий Петрович, а я вас ищу. Есть какие-то гениальные идеи? Пока нет. Ну, тогда я на правильном пути. Прошу. Прошу вас. Вот скажите, кто из нас президент? Почему все должен делать я? Мне что, больше всех надо? Я никогда не был патриотом. Патриоты – это те, кто громче всех орет или платит налоги. А я ни то, ни другое. Значит, старели. Становились сентиментальными. Куда мы? Это все, в лес. Ну что, Василий Петрович, готов? Нет. Тогда прошу. Хорошо, прошу. Мне надо вставать, мы на минутку. Василий Петрович, перед вами правительство национального единства. Что не человек – глыба. Фигура на политической карте страны. За каждой страницей истории. И тонны уголовных дел. Без сомнения. Именно благодаря этому факту, господа с радостью приняли мое предложение. Позвольте вам каждого представить персонально. Не надо вас знакомить. Не со всеми. Вам нужны были молодые, свежие лица. Вот мне. Так это же… Мой ассистент Алексей Алешенко. Он с детства мечтал быть премьером. Почему не дать ему шанс? Зрелый, самостоятель, честный. Со стержнем. Какой кофе готовит. Сделай кофейку. Ну что? Хотите чаю? Нет. Можно вас, Юрий? Никто никуда не уходит. Вы соображаете вообще, что вы предлагаете? Вы возбуждали уголовные дела против этих людей. Вы сажали их в тюрьму, а вы их приводите. Василий Петрович. Да. Василий Петрович. Да я знаю все, что вы мне скажете. Да, коррупционеры. Да, вороваты. Я знаю. Все знаю. Кто сколько украл, сколько еще украдет. Кто с кем вдоль. Но это нам народ. Народ разбежался. А взяточник взяточника всегда поймет и поддержит. Все их тети, дяди, племянники. Они все придели на теплых местечках этих княжеств. Вот согласитесь, может все-таки стоит быть коррупционером, чтобы помочь стране в эту тяжкую минуту. Это временная мера. Временная. Потом мы их всех вытравим, расстреляем. Шучу, но по вашим глазам вижу, что вы не против вернуть смертную казнь. Вот посмотрите мне в глаза. Так что вы пристали к моим глазам? Ну а почему бы нет? Вы что такое глаза? Слушайте, глаза зеркало души. Нет, глаза это часть мозга, вынесенная на периферию. Я все вижу. Слушайте. Нет. Ильянчик. Даже и не думайте никаких ваших друзей. Они приехали? Да. Пусть уезжают. Чемодан в вокзале. Вот там, в Швеции, где все хорошо, где уютно, где никого не колышет, кто и какое кресло занимает. Вот там они могут быть премьерами, депутатами, министрами. А вот здесь, вот здесь, здесь нужны профессионалы. Юрий Иванович, браво. Юрий Иванович, браво. А вот этот ваш сюрприз? Говно. Даже не думайте. Что ж, браво. Можете? Вот она короткая стола. Светкины голубки. За ними так соскучился. Каждый раз целую. Ставь мои колокольцы не соломанными, просто ешь. Нет, девочки. Ребята, у меня есть отличный тост. Мы снова вместе. Это не может не радовать. Вы дома. Легитимность восторжествовала. Васька снова президент. Страны, правда, нет. А так? И что делать, непонятно. Клад. Два оптимиста собрали за столом. Умеете дегтя подбить, конечно. Извините. Так что будем делать, Вась? Мысли есть? Завтра саммит приедут правители всех свободных и независимых. И как удалось всех собрать? Юрий Иванович сказал. У него есть предложение, от которого они не смогут отказаться. Юрий Иванович? Серьезно? Он говорит, сможет их убедить. И ты ему веришь? А что у меня остается? Других вариантов у меня пока нет. Этот час тебе, оно приводит. Нечисть свою опять созовет. А что их созывать? Они уже на местах. В СБУ на ключевых постах одни вурдалаки и обороньи. Я их душил, ловил, они цветут и пахнут. В МИДе та же ситуация. Что не посол, то чей-то отпрыск или сват, любовница. Любовница это послиха? Послы и послицы, дети козлов и ослицы. Да, НБУ тоже, мыльный пузырь. Денег нет, одно здание. Беспредел, а. Вась, когда вы ходите? Руки чешутся у меня уже. Ну действительно, Вась, скажи, дай отмашку. Ребят, давайте выпьем. Вот от саммит крыши нет, правда? И вас не хочется в это втягивать. А чего втягивать-то? Мы же вроде как команда. Но мы, прежде всего, друзья. Отдыхайте. Василий Петрович, вы недооцениваете важность сегодняшнего мероприятия. Решается судьба страны, и вы опаздываете. Я опоздал на пять минут. Вы же историк должны понимать, что для истории значит пять минут. Ничего. Ну вам беднее. Никого не впускать, звонки не принимать, президента не беспокойте. Так, у нас час до саммита. Гостей будем встречать по высшему разряду. Юрий Иванович, обязательно встречать? Василий Петрович, как встретишь, так саммиты проведешь. Это не обсуждается. Так, начнем по списку. Днепровская коммунистическая республика и ТОТ. Это ТОТ. Который? Все ТОТ. Тымчасово арендованная территория. А, желтая вода. Они претендуют на всю так называемую Днепровскую коммунистическую республику. А кто же смотрит руководство так называемой республики? Забыли девиз коммунистов. От каждого по способностям, каждому по потребностям. В данном случае все зависит от способностей руководства и потребностей их семей. Вам сюда. Милые люди. Союз свободных самодостаточных республик. Сумели воссоздать Советский Союз, правда, периода застоя. Их генсек одержимый коллекционер. Собирает памятники Владимира Ильича Ленина и автопарк Леонида Ильича Брежнева. Готов обвинять все шахты Донбасса на мавзолей и кусок кремлевской стены с членами политбюро. Как все шахты? А как же они будут жить? Как и сейчас, на полной дотации России. В любой момент готовы присоединиться к большому брату. Прям заинтриговали меня. И кто же это? Ваш друг Карасюк Сергей Ленидович. Кто? Вот почему вы не улыбаетесь? Как я могу улыбаться, если не уважаю этого человека? Вы думаете, они рады вас видеть, да? Вы можете хоть кому-то пожать руку? Нет. А ради меня? Нет. А ради страны? Хорошо. Крымский Эмират. Глава эмир Тахтаяров. Наш многострадальный Крым. Его и воевали, и дарили, и передавали. И все кричали, Крым наш. Вы, кстати, кричали? Конечно. Я всегда говорил, Крым наш. А зря. Эмирцы, они очень злопамятные. А вы что, не говорили? Я всегда был толерантен. Я и этим, и этими, и вашим, и нашим. Всем говорил, Крым ваш. Крым ваш. Крым ваш. Вот такой он, Крымский Эмират. Галицкое королевство. Король Борислав Костюк. С какого перепула этот сумасшедший король? Василий Петрович, вы мне все испортите. Это политесса. Надо быть обаятельным. Ну, вы боитесь. Всем миром искали потомка короля Данила. Брали пробу крови у каждого жителя, сверяли ДНК. И что, у него нашлось? У него нашлось. Пятьсот головорезов. Поэтому тема поиска быстро закрылась. И теперь даже непонятно, кто из них больший основатель королевства. Данила или Борислав? Чего ж вы руку не божали? Он меня расстрелял. Так вам и надо. Знаете, Василий Петрович, о покойниках или хорошо, или ничего. Слаба Жанщина с гимном «Яктобен любитый Харьков ми». Не понимаю, Юрий Иванович одного. Чем Жанну Харьков не устраивал? Чего она сидит глазовой? Ну, пока Харьков не станет столицей всей Украины, она туда не ногой. Какие люди, какие узоры. Не слаба Жанна. Это Дольче Габбана? Брала в столице. ТЦ Барабашова. Договоримся. Прошу. Максим Викторович, я из штанов выпрыгиваю. Вы так сами сорвете. Можно хотя бы кого-нибудь приобнять? Хорошо. Шведская волость. Король Карл Тарасович Нельсон Фитка. Sorry, please. Вот вы зачем обняли этого человека? Вы что, надо мной издеваетесь? Вы же мне сказали обнять президента. Да, но не его охранника. Ладно. Прошу. Только попробуйте мне что-то сказать. Один из них точно президент. Они все трое президенты. Словако-Угорско-Румынская фузия. Вот такая вот она фузия. Пытается одной фузией на три стороны. Поэтому избрали трех президентов. Они что, все трое правят? Да, по очереди. Меняется. Сутки через трое. Должна было до такого додуматься. Да, выдумщики еще те. А трубопровода у Рингой-Помара-Ушгород работает? Нет. Они его порезали на американские горки. Кстати, лучшие в Европе. Ужас. Кстати, что вот черновецкая пустошь пытается из пустой трубы сделать коллайдер. Ну да бог с ними. Черноморская конфигурация. Юрий Иванович, вам привет от мамы. Одесса? От вашей мамы. Угрожаете? Да нет, мы присматриваем. Ну тогда маме тоже передавайте привет. Почему же вы с вами не навещаете? Так я же у вас в розыске. А я у вас. Увидите Василия Петровича. Передавайте ему привет. И привет. Прошу. Вот гнида. Понятное дело. Первым делом он приватизировал одесский припортовый. Нет. Да кому он нужен? Завод и порт под санкциями. Заходы на странных судов запрещен. Зато море стало чище. Рыбы стало море. Занимаются рыболовством? Боже упаси. Черноморский бычок объявлен священным животным. Как? Гуси же как-то спасли Рим. Вылов бычка запрещен вплоть до тюремного заключения. Один бычок один год. Два бычка два года. Кстати, пять бычков три года. Опт. Но не для Сурикова. В конфедерации бычка не едят. Зато в соседних странах священное животное трещит за ушами. И, как только жить, аж гай шумить. Бурштинно-янтарьная республика. Глава республики, бывшая мисс Уровна, бывшая жена сбежавшего губернатора и нынешняя хозяйка всех янтарных копий. Республика, как и все остальные, под санкциями. Поэтому янтаря, хоть, как говорится, бурштином жуй, им лечат, его покупают. Им же расплачиваются за янтарь бурштин, за бурштин янтарь. Ну, что это за чушь? Это же одно и то же. Янтарь бурштин, бурштин янтарь, стол, стил, губы, губы. Да, они так и разговаривают, сами себя переводят. Зато языковой вопрос снят. Доброго дня. Добрый день. Хозяйка господарка бурштина янтарной республики. Республики. Это вам. Це вам. Василий Петрович, нужно принять такову традицию. Вам туда, вам туды. Зачем мне эти бабушкин бусы? Ну, как же? Это полезно. Янтарь он лечит. Он от стрессов, лечит от давления. От всего можно сказать. Вам еще повезло, что там бусы. Тут как-то на переговорах они заставили меня янтарь глотать. И как? А бусы лучше. Запорожский гетьманат во главе Гетьман Назар. Какой Назар? Добрый вечер, Сагайдачный. Сагайдачный? Добрый вечер. Образ собирательный. Поднял на флаг сечевые традиции. Убеждает все население, что именно Запорожье является колыбелью украинской государственности. Что именно сюда Кищик, Хариф и сестра их улыбить приплыли в пятом веке. На Хортицу? Да. Приплыли, то есть вышли размяться, покурить. А что? Что покурить? Ну, я не знаю, что они курили, но тем временем Младею их унесло сюда, Киеву. И это всех запутало. Как это может быть? Против течения? Василий Петрович, когда это было? Времена давние, темные. Кто там помнит, куда тогда тек Днепр? Днепр тек в море. А где тогда было море? Времена ведь темные. Вас приветствует Запорожье, гетьманат. Братья, Запорожье – колыбель нашего козацтва. Колыбель нашей державности. Слава Запорожью! Сгоден. С каждым вашим словом сгоден. Нам куда? Дякую. Куда? Ну, вот и все. Смысл? Последняя делегация. Уманская автономная еврейская республика во главе с раввином Мардыхаем Израэлем. Он же Михаил Семенович Ройзман. У вас стали знакомые. Основное направление экономики у Айер – паломничество. Ребе Мардыхай истратил почти все свое состояние, но таки доказал в лондонском суде, что из сорока лет с Китанией Моисея по пустыне с евреями 39 они провели в Умане. Что именно здесь, в Умане, берет свое начало священная река Иордан. И из Умани в Израиль? Там же море. Как это может быть? Очень тайными подземными тропами. Мы не опоздали? Вы всегда вовремя. Вам туда, господин Розин. Ну что, Василий Петрович, пойдем и мы? Почему вы думаете, что они все согласятся? Потому что им это нужно больше, чем нам. Конечно, они будут что-то для себя там выбивать, требовать, но все козыри на руках у нас. Они нерегитимны, мир отрезал их санкциями. Рано или поздно народ одумается и порвет их всех, как тузик-грелку. Они же не дураки. Я думаю, что все закончится, всеобщее единение. Пойдемте. Да, и главное, Василий Петрович, чтобы никто не поднял этот вопрос, откуда берет истоки Украина, какую именно область приплыли Кище, Кариф и Алыбец сестра. Потому что для них это очень болезненный вопрос. А почему вы думаете, что никто не поднимет этот вопрос? Доверьтесь, мы интуициями, опытом и врожденной дипломатии. Головная политическая подія року. Сьогодні в Киеве відбувається самміт 28 новоутворених держав Украины. Головное питание на порядку денному – чи вдесяться зняти всі суперечности між новыми субъектами державности. На самміт покладаются великі надії щодо об'єднання України. Перед початком самміту вступное слово взяв ветеран української політики Юрій Іванович Чуйко. Я рад, что главы всех независимых государств откликнулись и собрались сегодня здесь, в Киеве. И это очень символично, как ни крути, Киев – это мать, мать городов наших. И где, как ни здесь, нам всем соединится. Ведь все прекрасно помнят, что в свое время в Киев приплыли кище крив, сестра их любит. Вот. Это были остальные цензурные слова, которые звучали на саммите. Субтитры создавал DimaTorzok Самміт об'єднання закінчився несподівано. Украина знову побила антирекорди, потрапила до Книги рекордів Гіннеса, как держава, которая распалася на наибольшее число страны. На мапе Украины появилось пять новых земель. Черноморская конфедерація теперь отвечает полностью своей назве. В ее складе появилась, кроме Одесской республики, Бесарабская народная республика, а также Сезонная республика Затока. Больше того, на территории так званої Баштановой республики появились две новые страны – Кавунова уния и Динное королевство. Да, это моя ошибка. Потерял хватку в застенках. Качал все – и сразу дурья башка. Их нельзя было собирать вместе. Нельзя. Они начинают играть на публику. Клоуны, цирк, шепито. Начинают меряться друг с другом независимость. А ведь это вы меня сбили. Вы, Василий, что-то такое консолидирующее. Тут надо по-другому. Разделяй и властвуй, как за Платон. Это не Платон, а юлицизм. Да, нашел перед кем выпендриться. Ну, какая разница, кто что сказал. Важна суть. Пошла мысль, мысль пошла. А, ибо на газовой трубе. Перекрываем транзит, перекрываем газ и нефть, и все. И на коленках приползу. Эти, кстати, тоже. Так что кому порт, кому заводик, кому лес, кому поле, придется делиться, придется откупиться. Зачем? Но вы же патриот. Вы же сердце должны чувствовать. Чтобы родная ненькая Украина повернулася до своих исторических кордонов. Шить, так думав, эту нацию. Чтобы это был единый живый организм. Шить чем? Книлыми нитками? Кумасов, расов, подкупы. У вас будет не живой организм, а Фрэнкенштейн. Отрицая, предлагай. Вот что вы предлагаете? То что выходит, что все сделал не Голубородько, а Юрий Иванович, так? Что все? Ну, объединав краев, мы же вместе. Вы серьезно считаете, что то, что мы сегодня имеем, может быть результатом методов Юрия Ивановича? Страна тогда пораженная коррупцией, беззаконие. Как называется, когда лекарство накопилось, и оно уже не помогает, а вредит? Интоксикация. Вот. Больной был уже одной ногой в могиле, а Юрий Иванович продолжал увеличивать дозу. Такого пациента могла спасти только новая вакцина, которую еще нужно было придумать. Василий Петрович, вы с ума сошли? Это вопрос или утверждение? Не надо уходить от темы. Вы зачем разогнали правительство? Вы понимаете последствия такого решения? Я чего говорю? Правительство работает в штатном режиме. Где работает? Ну, там же, где и всегда. Там-то и всегда, но не работает. А куда я по-вашему иду? Да откуда же я знаю? Я иду на заседание кабинета министров. Вы что из меня дурака делаете? Можете сами убедить. Прошу. Вот, пожалуйста, весь кабинет в полном составе. Кто эти люди? Вам предстоит? Да нет, не стоит себе утруждать. Это никто. И звать их никак. Я вам больше скажу, для Карасюка, Сурикова, Костюка, эти дилетанты, это просто пустота, помноженная на ноль. С ними никто работать не будет. С этим кабинетом не то, что страну не объединить, а можно запросто потерять то малое, что у вас еще есть. Юрий Васильевич, вот чтобы не потерять это малое, с него и начнем. Президент України Василь Голобородько сьогодні виступив зі зверненням до журналістів. Глава держави підкреслив, що Україна зосередиться на вирішенні внутрішніх проблем країни. Мы застряли вне феодалізму. Мы відстаем от цивилизованного мира минимум на 50 лет. Мы вечно догоняем последних, без всякой надежды стать первими. Так, может, нам пороблено? Может, така доля наша? Ответ на этот вопрос прост. Все изменится, когда во власти будут люди, для которых доля – это судьба страны, а не часть их бизнеса. И вы верите, что у вас саме такая команда? Я уверен, я на каждого из этих ребят могу положиться. Дуже хочеться в це вірити і почути якісь позитивні речі. Знаєте, я нам всем желаю поменьше нас слышати, а побольше видіти конкретні дела. И поэтому первое, что мы предлагаем – это законопроект про зняття недоторканності із президента депутатів та судів. Вся орда профессиональних судей, у которых очень большой опыт в коррупції, должны уйти в отставку. На их место должны прийти молодые профессиональные люди, которых мы будем отбирать специальные комиссии, 50% которых будет состоять из западных экспертов. ГПУ, СБУ, другие правоохранительные органы должны перестать заниматься экономическими преступлениями. Для этого нужно создать отдельный орган. Каждый должен делать своё дело. ГПУ должны посажать преступления, а полиция охранять наших граждан. Угля нет, газа нет, комплектующих нет. Заводы и ТЭД стоят. Только не надо мне говорить, почему не получается. Скажите мне, что сделано для того, чтобы всё заработало? Сергей Викторович, контакты с новообразованными соседями установлены? В одном Юрий Иванович был прав. С нами никто не хочет говорить. Что ни по одному вопросу? Категорически. Как говорится, и сам не гам, и другому не дам. Нет, ну почему? В одном вопросе мы всё же сошлись. Причём со всеми. Да, Оля права. Дерьмо и мусор нам готовы отдать. Безвозмездно. Спасибо. Большое спасибо, Вась. Мусор – это тема. То, что для одних большая проблема, для других – прямая выгода. И более того, мы начали вести переговоры со Швецией по поводу строительства мусороперерабатывающего завода. Никто не спорит, что это важно и для экологии. И для решения массы других проблем, Вась. А что это первая необходимость? Это 80% топлива для электростанций, газ для автомобилей. Это полимерные материалы для строительства дорог, компост для удобрений и даже новая одежда. Вот ты знал, например, что три тонны мусора – это тонна нефти? Ну и во сколько нам обойдётся эта строительство? В 400 миллионов евро. Не слабо. И где мне их взять? Часть выделит Евросоюз как экологический грант. Остальное нужно будет где-то брать в вопрос. Будем искать. Где тебя носит? Работаю. Ты работаешь, не мешал бы тебе поприсутствовать на заседании Кабмина. Зачем? Узнал бы о проблемах страны. Сколько можно говорить? Надо делать. На. Что это? Ты из дуба рухнул? Расширить штат и поднять зарплату твоим сотрудникам? За что? Надо. Заработали. А у меня нет денег. Где прикажешь взять деньги? Это второй вопрос. Это второй вопрос, на который мне нужен ответ в первую очередь. У тебя есть ответ? Да. А? То есть все вокруг дураки, ты один умный? Нет. Я и глава фискальной службы. Которого, между прочим, тоже не было на заседании Кабмина. Где он? В кабинете тебя ждет. Кто же денег хочет? Хочет. Вернуть. Вы что, архив грабан? Уголовные дела. Казнокрады, взяточники, прокуроры бриллиантовые, диамантовые. Министры, замы, судьи. Хищение на сотни миллионов долларов и сотни лет заключения. И как это нам поможет вернуть деньги? Будем продавать уголовные дела. Операция аукцион. Какой еще аукцион? Честный и прозрачный. Глава фискальной службы украл пять миллионов. И два вопроса. Либо вернул деньги, либо сел тюрьма. Все. Каким образом? Пять миллионов и десять лет раз. Пять миллионов и десять лет два. А если он скажет нет? Шесть миллионов и двадцать лет раз. Шесть миллионов и двадцать лет два. Как будто бы так все просто. Я представляю, какую пену подымет рада. Они тоже участвуют. Причем на девяносто пять процентов. Так они сидят, вас ждут. Я думаю, уже из лет простого. А ты скажи спасибо Юрию Ивановичу. Они все сидят на попе ровно и ждут, когда начнется новый дерибан. Глава оборонки. Семь миллионов. И тридцать лет. Три. Продан. Уже через полгода результаты реформ были видны. Украинцы с удивлением узнали, что если не воровать, то мы оказывается очень богатая страна. И что перед законом все могут быть равны. Понятные правила игры – вот все, что нужно для того, чтобы нормально жить и развиваться. И как бы ни старались правители соседних государств, их жители, видя живой пример совсем рядом, уже не хотели жить как раньше. К Украине присоединилась первая Украина, большая Украина, та самая Украина и страна, которая так и не успела определиться с названием. Ну, наконец-то решили этот больной вопрос. У зв'язку із поліпшенням ситуации в країні, середній бізнес знову став лекомотивом економіки. Президенти і уряд роблять все можливе для підтримки підприємництва. Скасовано податок на прибуток, упроваджено податок на виведений капітал, а податковий канікулик продовжено до трьох років. Держава збільшила витрати на кредитування малого і середнього бізнесу під мінімальний відсон. Працює программа «Доступне житло для молоді». Завдяки будівельному буму з'явилися нові робочі місця, зростають зарплати і пенсії, молодь повертається в країну. І це не гола статистика, а підтверджений факт. Простите. Ну що, п'єхали? Да, можем. Сьогодні на повістці дня дві звичні проблеми – дураки і дороги. Ну, от дураков, я надеюся, ми избавились. Осталось взяться за дороги. Согласен. Нет дорог – нет страны. В цьому году ми планируємо построити 1600 км нових асфальтированних дорог. Асфальтированних? Да. А щоб произвести асфальт? Нужна битум? Да. Так, а битум – це що? Це нефть? Ну, да. У нас с вами є нефть? Нет. А де ми її покупаємо? В России. А зачем? У нас щебень є? Есть. Песок є? Добавьте стабилизіруючі добавки. Получим цемент на выході. Цементно-бетонні дороги. Вони дорожі на 40%. Ну і долговечні. Асфальтированну дорогу ми с вами ремонтируємо каждый год. Латаємо эти дыры. А бетонка стоїть 25 лет. Ну, потрібні технології, оборудовання і… В конце концов, у нас дуже мало цементних заводів. Ну, це не проблема. Не хватає заводів – постройте. Нет у вас технологій – докупите. А деньги? Це не ваша проблема. О деньгах пусть болит голова прем'єр-министра. Ваше дело – строй. Стройте дороги, не можете сами дати в руки частникам. Ну, на конкурентной основі. Ну, только контролюйте качество дорог. Тут не после строительства, а по ходу. И одна просьба – стройте заводы из расчета на всю территорию Украины. Может, с этим подождать, пока не торопиться? Неизвестно, как все сложится. Известно. От хорошего не бегут. Не сегодня, а завтра. Завтра. Что? Завтра с тобой хотят встретиться Каменець-Подольское воеводство, Черновицкое пустошь і Слур-Узе. А зачем? Очень хотят снова стать областями. Ну, вот. Упрощенная и прозрачная налоговая система дали толчок для развития среднего и мелкого бизнеса, так как следствие выросли зарплаты и в страну стали возвращаться так называемые заработки. У них дома появилась возможность нормально работать и нормально зарабатывать. В другую сторону бежали те, кто привык нормально зарабатывать не работая. Реформы налоговые и реальные успехи в борьбе с коррупцией привели к тому, что Украина вновь обрела Волинскую, Винницкую, Тернопольскую и Ровенскую область. В Украину пришли иноземные инвестиции. Игорь Сикорский, Стивен Бозняк, Макс Левчин. Что объединяет этих людей? Талант. И то, что они не смогли реализоваться в своей собственной стране. Мы больше не можем совершать такие ошибки. Мы не можем разбрасываться талантливыми людьми. Потому что талант – это самая большая ценность, которая у нас есть. И мы должны их поддерживать. Именно поэтому я хочу объявить этот год годом инноваций в Украине. Новых технологий и отечественных стартапов. Не таланты должны бегать в поисках денег. Деньги должны гоняться в поисках таланта. В нашей стране нужно сделать все для этого, чтобы у нас была идеальная среда питания для реализации их идей и проектов. Таким образом, вся страна объединилась, кроме Королевства Галицкого и СССР. А они что, не хотели? Ну почему не хотели? Хотели. Даже очень хотели. И мы хотим, а мы сгодны. Хоча я думал не с Польшей про создание спорной союзной державы, но меньше с тем. Мы одна страна. Мы один народ. Да, одна страна – один народ. Просто жрать им больше нечего. Зарплаты вон у них. Сколько нос. Польша должны, как власть колхоза. Патриоты двуличные. Наши воно сюда и приперлись. Воно однею ногою в Таёжном союзе. Наши паспорты поменяли. Я не понимаю, что он говорит? Украинскую мову не понимает. Я понимаю. Только я не понимаю. Потому что последнюю украинскую школу они закрыли рік тому. Где русские школы? Где хотя бы одна русская школа, а? Шановница, Украина. В Украине украинская мова. Украина для украинцев. Курва Украине. Что-то пес в шекле. Да вы Москва попёрла. Давай, деточка, давай, Москва, давай. Давай, Камаринского, давай, ну. Курва, всего шмач. Ну хватит собачиться. Ну хватит. И вы, и вы сюда приехали. Это же не случайно. Давайте по делу. И вы, и вы изъявили желание войти в состав страны. И на маяне я говорю с ней, какую мовую ты спелкуйся. И хватит уже этих старых лозунгов. Делить страну. Восток, Запад, Север, Юг. Мы одна страна. Мы все украинцы. А если хотим быть одной страной, нам нужно научиться жить по-человечески. Хоть как-то уважают друг друга. Мы сгоднее жить в одной Украине, но без них. Я, как глава государства, заявляю, что ни один украинец, живущий на территории СССР, не будет жить с этими. То покиньте нашу территорию, всем КГО. Спасибо, спасибо, мы все поняли. Вот поведомим вам и сообщим вам о нашем решении. Теперь давайте пожмем друг другу руки и расстанемся. Любви и согласия. Прошу. Что и следовало доказать. Да, Василий Петрович, вы, конечно, большая умница. Такую глыбу сдвинули. Жить по-человечески. Это не про них. По-человечески они могут только друг друга с обрыва толкнуть. Я слышал, у нас в лаборатории делают тест на национальность. Никто не сдавал? Я сдавал. И что там у тебя? Пятнадцать процентов болгарин, девять поляк, четыре с чем-то карелы. Ну и там по мелочам. Ну и кто ты в итоге? Как кто? Украинец. Ух ты. Как ты ловко примазался, да? В то время эти два региона считали друг друга не то что разными национальностями, но и разными видами человека. Точнее людьми не друг друга вообще не считали. На этом строилась идеология этих двух государств. Биологи выискивали малейшие различия в генах. Историки выкапывали из памяти любые упоминания о былых ссорах, конфликтах и разногласиях. Мартин Лютер Кинг сказал, древний закон око за око приведет к тому, что останутся только слепые. А до чего это привело? В феврале 1922 года во Львове на шахте произошла крупная авария. Увесь світ із омиранням сердца стежить за подіями на шахті Лісова селища Сілець Королівства Галицького. 57 гірників, з ними досі немає зв'язку. За данными Королівських МНС на шахті стався вибух метаном. Перекриті всі виходи. Заблокований доступ повітря. Трагічна катастрофа. Під землею залишилося багато людей. 57 осіб на глибині півтисячі метрів під Карпатськими лісами. Життя або смерть для сімей карпатських шахтарів йшов фінальний відлік. США, Китай, Індія, Канада вже запропонували допомогу. Але у боротьбі за життя шахтарів рахунок іде на години. Президент України звернувся з проханням надіслати фахівців до уряду СССР, колишньої Луганської та Донецької областей. Відповідь генсека СССР не змусила себе чекати. Під загрозою довічного тюремного ув'язнення пан Карасюк заборонив керівництву шахт направляти рятувальників в Галицьке королівство. Чому нічого не робите? Глибина 550 метрів. Виходи завалені. Зв'язку немає. Є загроза повторного вибуху. Задіяти усіх вільних людей. Усіх живих. І самі відправляйтесь за бій. У шахті метан. Обладнання немає. Фахівців немає. Викликай з Польщею. Це не їх профіль. Глибина 500 метрів. Де найближче з профілем? На Донбасі. Ти що, гепнувся? Ніхто їх викликати не буде. А навіть якщо викличем, ніхто з них не приїде. Де ще є фахівці? Я не знаю. В Китаї, в США, в Індії. Викликай. Рахунок йде на години. Ти розумієш, там повітря закінчується, а китайці летітимуть добу. Я кажу, викликай. Це безумство. На Донбасі теж люди. Вони зрозуміють. Ти мене бачиш? Ти мене чуєш? Я кажу, ніхто з них не приїде. Це територія Галицького королівства. Покиньте кордони незалежної держави. Ти що несеш? Там люди гинуть. Їх треба рятувати. Це наші люди. Ми самі розберемося. А ну, хлопці, розберіться з ним. Хлопці, заспокуй. Заспокуй. Яка клубина шахты? Зодержання метана. Скільки людей в забої? Все в штабі. Произвести розвідку. Організувати евакуацію людей. Розставити сигнальні вогні. Вперед! Дякую. Одну справу робота. Реальне диво. Через дві доби ув'язнення допомога прибула. 15 досвідчених рятувальників ЗСРСР, колишньої Луганської та Донецької областей прибули до Галицького князівства. На випродки з часом, незважаючи на відстані, забувши про кордони і всупереч наказу президента Карасьука, але з благословення простих людей команда розтягнула руку допомоги своїм братам. Завдяки спільним діям фахівців Заходу і Сходу усі шахтарі живі і вже сьогодні повернуться до своїх родин. Це фінальна крапка не тільки в рятувальній операції, але й в протистоянні двох держав. Були пробиті сотні метрів поруди, які віддаляли людей від поверхні. І зруйновані кілометри кордонів, які розділяли українські народи. Україна повернулася до своїм історичним границам. Благодаря восстановленнім зв'язок, зробилася можливість розробити авіастроєння, судостроєння і зробити полний цікл атомної енергетики. Україна наладила добычу собственного газу і нарастила її. Страна підняла голову і уверенно смотрела в космос. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Да, только не надо перегибать. Давайте без космических фантазий. О чем вы? О спутнике, которого, очевидно, у вас нет, но вы собираетесь его запустить. Возможно, вы не знаете, но он у нас есть. Через неделю мы готовы к запуску. Даже если и так вопрос, зачем? Эта ниша уже занята. США, Япония, Франция, Россия – давно лидеры на этом рынке. Я знаю, но мы хотим попробовать составить конкуренцию. Но космос не ваш профиль. А какой же наш? Восточная Европа – это сельское хозяйство. Посмотрите на соседей. Пшеница, гичмень, рапс. Польша – 500 миллиардов ВВП. Есть к чему стремиться. Я понимаю, но мы равняемся на первых. У нас в планах 2 триллиона. И каким образом? Путей много. Во-первых, производство Ан-148 от 10 штук в год. Потом – сельское хозяйство, высокие технологии, плюс замкнутый цикл атомной энергетики. У вас наполеоновские планы. Почему бы и нет? Только что наговорили на ВВП Германии. Да, а чем мы хуже? И за какие деньги будет реализовываться ваша фантазия? Как во всем цивилизованном мире. Будем приглашать иностранные компании. Я надеюсь получить дружеские кредиты. Чтобы брать кредиты, нужен кредит доверия. А он у вас, насколько я понимаю, исчерпан. Сколько они должны? 163 миллиарда долларов. Мне это известно, и я помню об этом. Может, вам лучше думать, как вернуть старые кредиты и перестать строить воздушные замки. Спуститесь на землю. Она у вас плодородная. Посмотрите на Польшу, например. Но мы независимая страна. И мы вполне можем оценивать свои возможности самостоятельно. Я думаю, мы имеем на это право. Пока должны, не имеете. Какая же это независимость? Та, с которой мы вас сегодня поздравляем. С Днем Независимости, господин президент. Спасибо. А если они вернут кредиты, что будем делать? Придется поставить восьмой стул. Первый парт уже готов. Немножко суховатый. Ну ничего, ничего. Так, салат тоже готов. Сколько можно? Прилетел, не прилетел? Прилетел, давно прилетел. А где его носит? Президент в университете. Он выступит с торжественной речью перед студентами общественностью. И сразу домой. Через сорок минут будет. Так, все понятно. Вы как хотите, я больше ждать не собираюсь. Так, все. Серега, Иван, давайте идите сюда. Давай, открывай, накладывай. Ну неудобно как-то без хозяина. Отдись, говорю. А что вы, дядя Петя? Ну сейчас Васька бы выступил, приехал бы, начали бы, сели бы все вместе. Во-первых, я здесь хозяин. Во-вторых, здесь тоже есть кому выступать и ей что сказать. И хорошо, что его нет. Что вы начинаете опять, дядя Петя? Я говорю, хорошо, что его нет. Потому что при нем бы я такого не сказал. Потому что он бы начал меня перебивать. Мы бы с ним опять сцепились. Я бы его из дома выгнал. Да мы знаем, Петр Васильевич, у вас с сыном всегда были особые отношения. Мягко говоря. Да, мы вообще не понимали друг друга. И положа руку на сердце, я скажу, что я часто был к нему несправедлив. У тебя что, анализы плохие? В чем тут анализы? Что это за сердце держишь? Дай сказать о сыне. Да нормальный Вася парень. Достойный сын своего отца. Вот. Вопрос-то не в том, достоин ли он меня, а вопрос в том, достоин ли я своего сына. И главное не в том, что я его люблю, что я горжусь им, что я его уважаю. А главное в том, что мой сын… Да, Васька, тихо. Сейчас, дядь Петь, извините. Извините, пожалуйста. Дядь Петь, золотые слова. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня я начну с долгожданных слов, которые хочу произнести с гордостью и честью. Наконец-то Украина едина. От Ужгорода до Луганска. От Ялты до Сум. И это наша победа. Мы строим. Мы восстанавливаем. Мы модернизируем наши дороги, мосты, заводы. Мы перестали болтать. Мы стали работать. У нас просто нет на это времени. И я, честно говоря, завидую вам, будущему поколению. Вашим детям и внукам. Вам жить в этой стране. В стране будущем. Завидую. Завидую. Завидую каждому из вас. И мне больно и страшно. Мы оставляем страну с огромными долгами. Фактически, мы передаем будущему поколению, страну без будущего. Мы должны сегодня миру 163 миллиарда долларов. Сказать, что это большие деньги, это ничего не сказать. Я задам вам вопрос. Что нам с этим всем делать? Просто отмахнуться не получится. Сказать, тот, кто брал эти деньги, пусть и отдает, не выйдет. Наша хата не с краю. Наш бюджет прозрачен. Все, что мы смогли отдать, мы отдали. Все, что могли вернуть, мы вернули. Кого надо, наказали. Но денег нет. И как быть дальше? Можем свернуть авиастроение. Пускай летают другие. Бог с ним, с этим космосом. Пусть там будут европейцы, американцы. А мы тут у себя в огороде. У них спутники, а у нас грабли и лопаты. Можем сделать еще один безвиз. Ну такой уже, односторонний. Чтоб все мы поехали в Европу, в Америку. Там будем жить, учиться, работать. А в Украину возвращались раз в год, максимум. Так. Молодость вспомнить. Цветы на могилу положить. Или, может быть, попытаться все изменить. Изменить ход нашей истории. Действительно обрести независимость не на бумаге, а истинную независимость нашего государства. Независимость нашей великой страны. Отдать все долги, в конце концов. Во имя нашего будущего. Во имя наших детей. Наших внуков. Будущих поколений. Чтобы мы никогда не были людьми второго сорта. Живущими в стране третьего мира. Вечно куда-то обреченно развивающейся. Отдать долги. И это наша миссия. И если у нас не получится, наша совесть будет чиста. Мы хотя бы попробовали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Необходимая сумма была собрана в течение недели. Долг был полностью погашен. Украина обрела истинную независимость. Гений ум, дух нации проявляется в ее поступках. Нам не дано выбирать ни страну, ни язык, ни время рождения. У нас один выбор – быть людьми. Василий Голобородько Вот и все, что я хотел рассказать вам сегодня. Есть какие-то вопросы? Ну, а люди потом получили свое обратно? Люди получили намного больше. И продолжают получать каждый день. Вот и все. История закончилась. Идите дальше. Учите нормальные предметы. Музыка 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 Продолжение следует...